Плановый прием приостанавливают во всех бюджетных медучреждениях края. Такие меры региональный Минздрав принял из-за роста количества зараженных коронавирусом и ОРВИ. Пока перерыв продлится 10 дней. Как в это время будут обслуживать больных, выясняла сегодня Татьяна Репина. Уже сегодня хабаровские поликлиники работают по новой схеме. Количество приемов сократилось как минимум вдвое. В седьмой поликлинике многие пациенты готовы потерпеть, но есть и недовольные. Я считаю, что это неправильно. Потому что люди болеют, надо ходить, лечиться. Пусть оставят дежурных врачей. Ради такого заболевания, которое идет сейчас, очень опасное, я считаю, что я бы подождала. Потерпела и все-таки я бы хотела даже, чтобы другие обратили внимание, подождали. Можно все-таки. Второй день не можете попасть в больнице? Я пришел по записи вчера, врача не было. А потому что врач был на вызовах, очень много вызовов, садов. Она там была. Многие пациенты успели записаться на прием к своим докторам. Во время перерыва врачи будут их обзванивать и предлагать альтернативу. Доктора уже сейчас с медицинскими сестрами совместно обзванивают своих пациентов, пытаются дистанционно разрешить их имеющиеся проблемы, выяснить их цель визита, планируемая в поликлинику, и попытаться оперативно решить уже сейчас их вопросы. Либо оставить их в очереди на следующую неделю, если этот вопрос требует неотлагательного разрешения. По распоряжению Краевого Минздрава врачи поликлиник продолжат принимать пациентов с острой болью и серьезными хроническими заболеваниями. Также не откажут пациенту, которому нужно срочно выписать рецепт на льготные лекарства. Мы сейчас узких специалистов немножко высвободили. Врач-гастроэнтеролог может сейчас принять пациентов с ОРВИ и оказать им тоже помощь. Нам сейчас важны все специалисты. Бригады скорой помощи также продолжат приезжать на дом. Сейчас в Хабаровске работает 50 команд. В регион поступили новые машины скорой помощи. Сейчас создают дополнительные бригады. Что касается плановой помощи, то если эпидемиологическая ситуация улучшится, ее возобновят 9 ноября.